После себя в Ильичане оставили вот такие дома, похожие, помните, у бабушек были швейные машинки Зингер, которые были покрыты кофром, вот такие дома-чемоданы. Светлана Пурлицис – экскурсовод с 20-летним стажем. За спиной большой багаж знаний и опыта, но волнуется, как в первый раз. Сегодня на пешей экскурсии в роли туристов у нее не путешественники, а экзаменационная комиссия. Гиду предстоит подтвердить свои знания на практике. 20 лет учу, изучаю и понимаю, что ничего не знаю. Первая группа у меня была в город Кироск, и вот тогда-то в областной научной библиотеке я стала изучать тактар в умчур, пач, в умчур, кукис в умчур. И это, видимо, дало какой-то определенный толчок к познаниям, к расширению своих знаний. Впрочем, не все подходят так ответственно к своей работе. По словам экспертов, все чаще вызывают вопросы достоверность материалов, подаваемых гидами. Проблему планируют решить с помощью квалификационных испытаний в виде экскурсии. Мы решили в регионе запустить добровольную аттестацию гидов. Она станет обязательной с 2022 года в соответствии с федеральным законом. Она будет проходить в два этапа. Это полевой этап, когда вместе с гидом в его экскурсии участвуют члены комиссии, куда входят и краеведы, историки, работники музеев. Второй этап – тестирование. Но прежде нужно постараться на практике. Члены комиссии оценивают не только доступность и информативность рассказа, но и уровень контакта с экскурсантами, грамотность, последовательность и эмоциональность речи, соблюдение правил безопасности на маршруте. Маршрут, по которому Светлана сейчас проводит экскурсию, был выбран не экзаменаторами. У каждого гида свой путь, свой рассказ, своя подача. Например, Светлана рассказывает, как был основан, строился и развивался Мурманск по своему разработанному спецмаршруту «100 лет в пути». К слову, предварительный экзамен не заменит обязательную аттестацию в следующем году. Но для местных гидов это хороший шанс потренироваться. Элина Шагенова, Павел Третьяков, ТВ21+. Продолжение следует...